Всем привет! Сегодня я вам покажу полезные настройки, которые помогут улучшить ваш звук в вашем телефоне или смартфоне Android. То есть улучшится качество звучания, звук станет насыщеннее, также вы увеличите громкость своего телефона и все ваши медиафайлы будут уже звучать совсем по-другому. Поэтому намного качественнее и намного приятнее будет слушать все, что вы воспроизводите не только через YouTube, а и через любой другой музыкальный плеер, которым вы пользуетесь. Поддержите это видео лайком, подпишитесь на канал и поделитесь с друзьями. Какой бы ни был у вас телефон, я думаю, что каждый из вас хочет, чтобы его телефон звучал громче и качественнее. И много кто из нас включает элементарно музыку послушать или просто в YouTube там какие-то клипы смотреть. Кто-то подключает Bluetooth колонкам и вот как раз таки качество вашей музыки зависит в большинстве от настроек, которые находятся в вашем смартфоне. Конечно же, если это Bluetooth наушники или какая-то Bluetooth колонка, то насколько она качественная, тоже это влияет. Но в первую очередь проверяем свои настройки на телефонах. Итак, смотрите, заходим в наши стандартные настройки и вот здесь ищем сведения о телефоне. Вот, нажимаем сюда. Здесь нам нужно найти версию своей прошивки. Вот эта строчка. На некоторых телефонах наподобие Samsung это называется номер сборки. По номеру сборки нам нужно нажать где-то 5-7 раз быстро. Мне пишет, мне нужно, вы уже разработчик. В вашем случае при первом заходе напишет, поздравляем, вы стали разработчиком. Пока выходим с этих настроек, чтобы вы не запутались. Снова заходим в настройки и теперь нам нужно найти раздел расширенные настройки. Вот. И в самом низу у вас должна появиться строчка для разработчиков. Те, кто не может найти расширенные настройки, просто поищите в обычных стандартных настройках. По любому вот эта функция у вас где-то появилась. Вот, заходим сюда. Ищем вот здесь настройку, которая улучшит звук в несколько раз без всяких лишних движений. Вот я листаю. Внимательно не пропустите. Вот я нашел HD звук. Вот, видите? Ползунок. Просто берите и активируйте. Вот. Уже звучание совсем поменяется. HD, ну вы сами понимаете, это как расширенный звук. С более высоким диапазоном. Более объемный. И соответственно качественней. Ну раз мы сюда уже зашли. Смотрите, я сейчас вам покажу некоторые настройки, которые можно поменять под себя. Да, конкретно если вы пользуетесь Bluetooth наушниками или же подключаете Bluetooth колонки. Или вообще какое-то устройство, которое может воспроизводить звук через Bluetooth. Здесь ниже есть аудиокодек для передачи через Bluetooth. Вот SBC. Это самый простой кодек, который только может быть. Дальше смотрите. Есть AAC. Вы можете на него переключиться. Это уже дает более хороший звук. И есть еще LDAC. Такой кодек в основном ставится на каких-то дорогих моделях, на дорогих наушниках. Вы можете вручную его поставить себе. Ну остальные кодеки тоже неплохо работают. Вот наподобие как QL.com APTX. Но вот это основные три кодека, которые применяются в большинстве наушниках. Дальше частота дискретизации. В основном стоит по умолчанию 44 кГц. Вы можете поставить максимальный 96, но при этом уменьшится громкость звука. Но увеличится качество. Тут уже смотрите выбор за вами. Глубина кодирования звука. То есть наш сигнал передается через Bluetooth. И понятное дело, вот это все кодируется. И каждое звучание определяется конкретно вашими кодеками, которые встроены в ваш телефон. Вот чем больше вы здесь поставите, тем опять же будет качественнее звучание. То есть понятное дело, здесь чем больше, тем лучше. То есть 32 бита это вообще прям супер качество. Режим аудиоканала стерео это и так понятно. То есть моно это один динамик, стерео это разделение на два динамика. Здесь мы поставили аудиокодек LDA-C, вот как вы видите. Вот который стоит на дорогих моделях. И здесь уже появилась функция. Вот аудиокодек LDA-C для Bluetooth качество воспроизведения. Наилучший результат автоматический битрейт. То есть мы поставили уже максимально что можно. Здесь также аудиокодек с наилучшими результатами. И режим APTX высокое качество. Но опять же если у вас поддерживают наушники APTX. Теперь что касается еще других настроек, которые можно сделать на телефоне. На многих смартфонах Android большинство функций, они просто скрыты разработчиками. Вот смотрите, заходим в настройки. И допустим мы хотим настроить себе звучание какое-то. Куда нам нужно заходить в обычных стандартных настройках? Конечно же логически это найти просто навсего звуки и вибрации. Вот мы заходим сюда. И вот здесь смотрите, есть звуковой помощник. Вот я зашел. Ну здесь только регулировка звука приложений, несколько источников. То есть никаких таких настроек нет. Есть расширенные настройки. Здесь тоже ничего такого нет. Возвращаемся назад. Вот есть еще звуковые эффекты. Смотрите, регулировка звука под наушники вообще отключенная, неактивна. Эквалайзер тоже неактивный. Я думаю, что такая ситуация во многих телефонах. Если вы даже хотите настроить через какой-то эквалайзер, вы этого просто навсего не можете сделать. И вот этих звуковых эффектов есть еще дополнительные настройки, которые помогают улучшить звучание и делать его абсолютно разным. Сейчас я вам покажу, как добраться до вот этих скрытых настроек, чтобы вот сюда попасть. Выходим пока с вот этого меню. Вам нужно скачать вот такую программку, называется запуск активити. Выглядит как белая ракетка на сером фоне. Вы можете скачать ее с Google Play Маркета. Вот заходите и пишите просто запуск активити. Либо можете не полностью написать. И вам находит вот такую программку запуск активити. Вот как вы видите, она у меня уже установлена. У меня есть кнопка удалить и открыть. Много кто пишет, что не могут найти ее в Google Play Маркете, потому оставлю ссылочку в описании к этому ролику. Можете скачать с моего телеграм-канала абсолютно бесплатно. Она занимает там около мегабайта. Нажимаю открыть прямо из Play Маркета, даже не с рабочего стола. И вот идет загрузка всех приложений, которые находятся у вас на телефоне. Кто первый раз запускает это приложение, то через нее просто открываются некоторые возможности, скрытые возможности, которые недоступны просто так на ваших смартфонах. И не нужно никаких там root прав, root доступов никаких. Просто навсего нажимаем вот здесь на поиск и пишем слово наушники. Вам находит вот такую строчку. Выберите наушники. Вот. Нажимаем. И здесь вы попали в дополнительное меню, там где у вас были специальные эффекты, которые были недоступны. Регулировка звука под наушники. Берем, активируем. И вот здесь у вас будет выбор. Это можно расценивать как дополнительный эквалайзер к вашему телефону. То есть при изменении каких-либо наушников, вот, когда вы меняете, меняется ваше звучание ваших мелодий. То есть, если, допустим, вы хотите, чтобы больше баса было, я, например, использую вот этот пресет. Чтобы было сбалансировано, то можно вот этот использовать. Но, опять же, у каждого свои вкусы. Здесь вам только остается брать, включать определенный режим при прослушивании какой-то музыки. То есть, включаете свой проигрыватель, чтобы вы слышали, что играет какая-то музыка. И на фоне вот этой музыки вам нужно запустить вот это приложение и попасть в вот это меню. И начать переключать. После переключения нужно ждать, ну, где-то от 3 до 5 секунд, чтобы звук поменялся. Мгновенно это не происходит. Потому вы, допустим, вот переключились на какой-то режим, подождали где-то 5 секунд и вслушивайтесь в музыку, как она меняется, в какую сторону там. Где-то больше басов, где-то больше высоких, где-то больше низких, средних и так дальше. И помните, я вам в обычных стандартных настройках показывал, что там ничего не было активно. Так вот, смотрите, если мы зайдем в настройки и вот здесь напишем звуковые эффекты, вот, либо даже напишем просто наушники. Давайте напишем наушники. То есть, такая настройка существует. Регулировка звука под наушники. Находятся звуки вибрация и звуковые эффекты. То есть, это туда, куда мы попали. Я вот захожу вот сюда. Смотрите, я попал вот сюда. Здесь эквалайзер как не был активный, так и не активный. И регулировка звука под наушники. Смотрите, она включена, но попасть я сюда никаким образом не могу. И настроить не могу. Вот как раз-таки вот сюда мы и попали. То есть, вот регулировка звука под наушники. Вот эти скрытые настройки. И здесь можно менять под себя, как вы хотите. Поддержите это видео лайком, подпишитесь на канал и поделитесь с друзьями.